ну что привет мои хорошие начинаю влог с того что нам пришло я заказала в хов 2 шкафа больших классических называется канкун серия у них есть разные расцветки я взяла белый классический смотрите какой он высокий он два с половиной метра по моему до или 230 230 а потолки 260 да и мне как раз 30 сантиметров до верха не хватает я сначала думала сделать под потолок уже думала отказаться потом начала советоваться с друзьями они говорят очень даже высокий но даже я сейчас смотрю если вот так вот и даже ну вот на носочках я до верхней полки буду доставать как бы да не нужно ступри не нужно брать дополнительный стул там или еще что-то поэтому я думаю и не и не надо мне до самого потолка но и пыль смогу нормально вытирать сверху вот еще и заказала здесь вообще идут вообще в комплекте идут полки вот так вот раз полка здесь и полка внизу а здесь вешалка для вещей в 2 одинаковые идут но я еще не знаю как я что буду делать я заказала еще две дополнительные полки здесь две по моему до 1 и 2 дальше здесь комплектующие но также отдельно я взяла доводчики потому что этот шкаф он не идет доводчиками доводчики 20 штук я взяла на 1600 рублей мне получилось все это дело вот да я кстати применила скидку там хов от застройщика вот и мне тоже была хорошая скидка в общем взяла я доводчики они мне в 1620 штук то есть скажем короче на каждой двери по 5 петель у меня два шкафа 4 дверцы вот 20 штук взяла доводчиков чтобы закрывалась медленно дверь не хлопалась в общем полки и вот здесь наверное комплектующие для шкафов сейчас я жду звонка скорее чтобы мне пришли собирать шкаф будет становиться здесь но как только они позвонят я уже это все подвинул беру тогда да и они будут его сюда ставить если он здесь станет у меня получается ширина вот здесь у меня ровно вообще ширина 2 метра вот прям по светильник 2 метра глубина у этих шкафов 60 вот я хочу посмотреть как она здесь будет смотреться потому что у меня на метр 60 где-то вот так получается да будет этот шкаф и вообще там еще продаются более узенькие я так понимаю более узенькие короче там есть еще узенькие то есть эти эти с двумя как быстрее дворцами да а есть еще такая вот ее можно будет заказать и она впритык тогда просто у меня 2 метра на сорок идет получается метр шестьдесят и тут 40 остается то есть если эта глубина не будет сильно здесь мешать на углу, то я закажу Канкун еще вот одну такую штучку, и тогда у меня будет просто 2 метра такой шкаф в ширину. Ну, в общем, посмотрим, когда они нам сделают все. Это я уже буду оттуда отталкиваться. Оставайтесь со мной. Ну что, мои хорошие, собрали, видите, коробки, собрали шкафчик. Идемте смотреть на шкафчик. Дэнни, смотри! Короче, он в жизни, на самом деле, еще красивше. Да, он еще красивше, чем на фотографиях. Красивые ручки такие длинненькие, утонченненькие. Прям вот отлично вписывается в мой минимал стиль. Так, сюда мне поставили доводчики, которые я дополнительно покупала. Сначала, конечно, сборщик сказал, что, типа, они сюда не подходят, там и так далее, что-то там другое. И вообще, мне говорит, выбирайте, типа, оставляем те или на эти вернете. Я говорю, а как так? Начали разбираться. Он говорит, а, ну ладно, ладно, вставлю. Что-то, мне кажется, он это, перепутал там. Вот, теперь у меня спокойно закрывается. Не хлопать, вот. Мальчик не будет хлопать теперь дверьми. Потому что... Стой! Они вот так вот закрываются. Аккуратненько. Между собой они скреплены. Я купила еще дополнительные полки. То есть, вот эта полка это дополнительная. и здесь то же самое. Вот так вот. Вдвоем их можно вот так открывать. Если я куда-то буду собираться, так открыла все шкафы, все на виду. Вот эти полки дополнительные, то есть, я купила две дополнительные полки, я не знала, как здесь делать. Но, кстати, здесь небольшой косяк в том, что, оказывается, вот эти верхние полки и вот эта вот нижняя полка, которая идет в комплекте, они идут... То есть, укрепляющие. Их нельзя убирать. Вот. И я... Я вообще хотела, чтобы вот эти две штанги были, допустим, здесь. Одна вот так вот наверху штанга, да? Одна вот где-то здесь на середине. И вот футболки, какие-то короткие вещи здесь, да? А здесь все было в полках. Но он говорит, что типа нет. Что нет. А сама штанга, она не держатель. Я думала, может, держатель. Нет. Она вот здесь ходит немного, поэтому она не считается вот укреплением. Что очень печально. Вот. Поэтому совсем вот так вот прям штанги две не сделать. Хотя, может быть, и сделать. Может быть, можно попробовать. Ну, короче, я решила сделать пока так. Места очень много. Полки огромные. У меня здесь поместится, я не знаю, куча-куча всего. Вот. Но пока я решила сделать так. В одном будут, допустим, футболочки, там что-то такое, да? В другом что-нибудь другое. У меня очень много вещей, которые висят. Поэтому для меня вот важны вот эти вот перекладины. Когда я буду делать в прихожей гардеробную такую небольшую, да? У меня будет очень много висячего вот этого вот. Потому что вещи, которые просто сложены, их мало. И тем более много, что вот здесь. Вниз я, например, положу покрывало, которым я пользуюсь. Потому что каждый раз кровать открывать. Или, знаете, гости пришли, понадобились покрывала какие-то, да? А люди спят, отдыхают, а мне нужно поднять. Поэтому пару каких-то покрывал точно вот, ну, вниз туда надо положить. Также еще, знаете, что даже обувь какая-то моя может храниться там, которую я не ношу всегда, но вот вниз, например, можно положить и обувь. В общем, я буду думать, что, как я здесь буду делать. Сейчас я хочу вон кое-какие вещи у меня там и лежат. Я заодно посмотрю, сколько они места занимают. Сейчас, ну, не места, а по длине. Сейчас пойду. Сейчас повешу все и покажу вам. Так, ну вот, смотрите, я кое-какие вещи повесила. И вот в чем проблема, что, допустим, даже платья элементарные, они здесь ложатся. И, в принципе, можно одну из этих полочек убрать. Вот что я подумала. То есть, например, если здесь у меня будут более длинные, то я могу вот эту полку убрать. И все равно я могу на нижнюю что-то класть, да. Просто оно не будет там сильно высоким. Вот. А эту полку пока оставить. Я еще подумаю, как можно что здесь сделать. Может быть, я уберу вот эту полку, допустим, да. Нет, все равно не получится. Ну, хотя, если убрать вот эту полку, да, и, например, вот эту вот перегородку сделать вот сюда прям, то, например, у меня может два ряда быть короткой одежды. То есть, вот что-то типа футболок, а у меня их очень-очень много, да. Они могут два ряда быть. Куртки, футболки. А сюда дополнительную перекладину взять, чтобы она была чуть-чуть подлиннее, например. Или вообще перекладину сюда не брать, а вещи какие-то длинные уже хранить там в гардеробе где-то, да. В общем, я буду думать. Пока что я оставлю все так, разложу все так. Если я буду чувствовать, что мне что-то не хватает, ну, я думаю, что я уберу, наверное, полку. Сейчас развешу сюда короткие все вещи, вот эти длинные пока оставлю. Вот, если я буду чувствовать, что мне что-то не хватает, то я одну перекладину, наверное, уберу, чтобы вещи прям свисали. Вот, супердлинные платья свои я буду тоже в гардеробной хранить в той и другой. Вот, в принципе, и все. Ну, здесь не будут у меня только домашние, у меня домашних вот столечко, наверное, вещей, а остальные будут там, допустим, футболки те же можно повесить. В общем, в принципе, мне очень нравится. Я довольна. Очень красивый, белый, светлый. Вот здесь, в этом углу, я еще не знаю, что я буду делать. Вообще, там еще продаются вот такие половинки. Вот здесь вот 40 сантиметров. У меня вот здесь ровно сантиметров 40 вот досюда прям. Я думаю, можно ли поставить еще одну. вот сюда, как она будет смотреться. В принципе, должна нормально смотреться. Вполне себе интересно, да. И, то есть, она будет одна вот такая глубокая, вот с такими полочками. Это было бы удобно. Я бы тогда смогла сделать вот здесь, ну, реально как бы оставить вот. Ну, что-то могла бы придумать больше висячих вещей. Вообще, мне надо разобрать вещи и посмотреть вообще, как у меня там с гардеробом межполовину отдаю. Либо здесь тоже из этой же серии можно сделать уголочек такой, да, с открытыми такими фасадами. Он будет немножечко вот так закругленный. Но, честно говоря, я бы хотела, чтобы больше в квартире, у меня во всей квартире было больше всего закрытого. То есть, если здесь будут полки, то на них обязательно будет что-то ставиться, это что-то будет пылиться, что-то там где-то в руках положила, ребенок будет вешаться на эту фигню, кстати. Вот. Ну, посмотрим. Вот видите, как хлопает. То есть, боковушка здесь бы точно пошла, да, а вот если такой шкаф и он будет вот досюда, да, то получается, вот я смущаю от меня этот момент, если я буду вот так заходить. Вот сейчас открытая дверь, да, и как бы этот угол, вот так вот я стою, этот угол от шкафа, он меня вообще никак не напрягает, я его не вижу. Но если здесь будет ближе, да, то здесь уже как-то будет часть комнаты закрываться, мне кажется, будет как, знаете, как мини-коридор такой, вот я этого не хочу. Поэтому, возможно, я оставлю так, а здесь, например, может так же быть, может здесь кое-что быть. Вот. Поэтому оставим. Даже увлажнитель тот же прекрасно может здесь стоять, так, чтобы об него не стукались, блин. Да, вон мой большой увлажнитель. Единственное, розетка неудобна тут для увлажнителя. Короче, я полностью довольна шкафом, мне очень надо чуть протереть, что грязные это, грязными руками человек трогал. Вот так, смотрите, как он задалека смотрится. По-моему, очень даже хорошо. На ножках стоит. Вот. И наверх, кстати, я думала, что было бы круто, да, если бы я продумала и такой шкаф сделала бы на заказ в потолок. Но я этот момент не продумала, и шкафы на заказ будут дороже, это однозначно. Я уже этот заказала, всего лишь где-то 30-40 сантиметров мне не хватает до верха. Ставить туда наверх я ничего не буду, потому что это все испортить. Но я смогу пыль вытирать заодно, но в принципе они достаточно высокие. Вот. Напишите в комментариях, как вам. В общем, вот такое видео. Если у вас какие-то идеи будут по поводу того, как тут можно внутри организовать лучше, да, пишите в комментариях. Все. Так шкаф офигенный. А вышел он мне в итоге там со скидкой. Я за все заплатила, то есть за два вот этих шкафа дополнительные полки плюс 20 доводчиков. А вот это, которые классические тут идут, они вот, они остались. Ну, еще могут пригодиться, кстати. В каких-то мешках таких интересных. Канкун 54 шкаф для одежды. В общем, я за все заплатила там 15997. Короче, 16 тысяч. Это с доставкой, с подъемом до дому, со сборкой. До дома. Со сборкой. Вот так вот мне вышел в шкаф. Но, честно, я очень довольна. Он реально очень красивый, именно тот, который я хотела. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось. Мне кажется, стало еще светлее в комнате. А, это, наверное, дынь, потому что свет включил. Вот. В общем, еще уютнее. Еще здесь будут у меня эти тумбочки. Я продумаю, какие тумбочки мягкие надо взять, потому что, Денька, у меня тут так кружит, вертится, что углы все должны быть мягкие. Ну, я имею в виду, вот, она, кстати, вот такая тумбочка там продается в хофф, тоже вот такая вот мягенькая. Я думаю, мягенькие надо взять обязательно. Ну, полностью она там мягкая, сверху как бы ставится нормально. Здесь я планирую такое зеркало. Я не знаю, когда я его планирую, да, но вообще я его здесь вижу. Зеркало, которое такое с лампочками, большое, красивое, то есть оно больше даже не функционал несет именно зеркало, а больше вот этого освещения, антуража для чего-то такого, какого-то уюта, чего-то такого необычного в квартире, вот. И как раз оно будет вот так стоять, да, и за ним будет розеточка. Вот где-то на этом расстоянии я его и планирую. Вот. Кровать, может быть, я еще чутка туда сдвину, посмотрим, потому что там так много места в принципе не нужно. Здесь образовывается прекрасная поляна, то есть вот шкаф встал и я не чувствую, что он забрал место вообще. По ощущениям очень круто. Вот. Глубина здесь, сейчас вам скажу, глубина здесь 58 сантиметров. Ну, вот я вам скажу, она достаточно такая большая, если сравнивать, ну, такие шкафы в принципе, да, потому что у них, по-моему, глубина поменьше есть. Вот. А когда я хотела шкаф-купе, вот мне кажется, что шкаф-купе здесь более грубо смотрелся бы, потому что у них уже за 70 идет глубина, за счет вот этого механизма добавляются еще сантиметры, да, ну, и он уже не так утонченно смотрится, вот я прям рада, что я купила вот эти распашные, они более утонченные, прям то, что подходит в мою спальню. Вот. Все, мои хорошие, в общем, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного, сейчас буду сидеть и продумывать, что я буду делать в следующем. Вас обязательно оповещу, вообще на канале у меня перемены, скоро много интересного, ждите новости, сюрпризы, в общем, оставайтесь у меня. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok